Сегодня 22 марта на лыжной басе Калис для работников Уралкалия проводится физкультурно-развлекательный праздник. Калисчики пришли с семьями, с друзьями и внуками, чтобы отметить юбилей первого рудоуправления. Что может быть лучше отдыха на природе, тем более, когда он не только корпоративный, но и семейный. Работники первого рудоуправления компании Уралкалия отмечали не просто день рождения, а юбилей в 80 лет. За эти годы множество, несколько поколений калисчиков нашли свое призвание на первом калины. Коллектив рудоуправления по праву считает себя одной большой командой, дружной семьей. И чтобы семейный отдых был еще и полезным для здоровья, организаторы приготовили множество конкурсов и развлечений. Но обо всем по порядку. Как и полагается, любой праздник начинается с поздравлений. Ровно 80 лет назад, в марте месяце, начало работать наше рудоуправление. И не только первое, вообще начали разрабатывать наше месторождение. И вот эти 80 лет становления нашего рудоуправления, становления калийной промышленности, однозначно прошли по-разному. То есть были сложности, трудности, однозначно были рекорды, успехи. Но, наверное, самое главное, подводя итоги его 80-летия, говорить о том, что труд многих поколений, которые участвовали в становлении, в развитии, в выполнении всех плановых показателей, прошли не зря. Да, за 80 лет действительно было многое. Владимир Пегушин еще в далеком 1973 году пришел работать на первый рудник и проработал всю свою трудовую жизнь. Был начальником ремонтно-монтажного участка. Сегодня он также радуется такой замечательной дате. В 80 лет вспоминает годы работы. Мы первое рудоуправление. И у меня мой дитивист и жизненный был, как в спорте. Я много занимался спортом. Мы первые. Как в труде, и так и в спорте. Хоть 80 лет. Это внушительная цифра. Но я всегда считаю, предприятие, оно молодое и новому поколению. Дай Бог достижения новых побед. Здоровья всем и счастья. На этот праздник Владимир, к сожалению, пришел один. Внуки, говорит, дома приболели. А поскольку он сам всю свою жизнь посвятил не только работе на первом руднике, но и выступал на лыжных гонках за свое предприятие, Здоровье у него, говорит Владимир, ни один грипп не возьмет. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Да и не только здоровый, но еще и талантливый. Елена Разумовская, 11 лет, трудится на первом руднике на день рождения своему любимому предприятию. Она подарила песню. Я буду жить для тебя, обещаю, над пропастью по краю. Я тебя проведу, дай мне руку, я буду с тобой. Я буду жить для тебя, слышишь, вечно. Своей любовью бесконечной. Я спасу нас двоих, ангел мой, ангел мой. Конечно, песни и поздравления – это просто великолепно. Но праздник-то фитис-культурный. Заглянем на конкурсные площадки. Страсти здесь кипели не менее захватывающие, чем в большом спорте. Вот, например, биатлон. Все как положено. Бег на лыжах, причем на время. Не стрельба из настоящей пневматической винтовки. Правда, было и отличие от настоящего биатлона. Стрелять нужно было по воздушным шарикам. Вот так ни одного промаха. Но и кто после этого скажет, что девушке слабый пол? Валентина Старикова говорит, с удовольствием встала на лыжи. Активный отдых предпочитает простым посиделкам. Да и день рождения, рода управления, которому она посвятила 22 года, проходит в такой замечательной, дружной атмосфере. Да, калищиков с праздником. Это самый-самый замечательный праздник калищиков. И, наверное, если бы не было калийного, не было бы этого праздника, не было бы столько рабочих мест, столько занятости у людей. Ну и, конечно, отдыха такого замечательного. И тут с Валентиной не поспоришь. Не только работой славится Уралкалий, но и своими дружными коллективами единомышленников. Александр Хомяков работает на СКРУ-1 пока всего год, но уже чувствует себя членом большой семьи. На этот юбилей он пришел со своим двухгодовалым сыном. И кто знает, может этот малыш продолжит дело своего папы и также посвятить свою жизнь Уралкалию. Скажите, как вам отдых на природе сегодня? Хорошо, отдых, да. Вот мы выбрались в выходной с ребенком, чтобы тут развлечься, отдохнуть. А в конкурсах участвуете? Ну, еще нет. Мы еще только на лошади катались. Вот пришли сейчас посмотреть на конкурсы. Ну, я поздравляю всех талищиков с этим праздником, 80-летием, юбилеем. Желаю дальнейших успешных, профессиональных успехов, карьерного роста и, самое главное, здоровья и всего хорошего. Ну, а чтобы было здоровье, нужно отдыхать на природе и заниматься спортом. А можно просто танцевать под хорошую живую музыку на свежем воздухе. Совмещать, так скажем, приятное с полезным. А тем временем, пока одни развлекаются у сцены, детишки и их родители катаются на лошадях и участвуют в конкурсах. В фойе и лыжной базы все участники праздника могли угоститься булочками с чаем, но в фойе никто не засиживался. Развлечения на любой вкус привлекали не только детей, но и взрослых. Лошади с повозкой и без, биатлон и концертная программа. В этот праздник никому не пришлось скучать и даже совсем не весенний ветерок не стал помехой. Атмосфера в этот день была самой теплой благодаря празднику. Уважаемые калийщики, поздравляю вас с юбилеем 80-летием калийной промышленности первого калия российского. Ну и благодарю как от своего имени, так и от имени профсоюзной организации за трудовой вклад в развитие калийного производства, за преданность родному предприятию. Сегодняшние работники первого калийного уверены, 80 лет – это только начало. Еще не одна славная страница истории предприятия будет написана ими самими и продолжателями их дела – детьми калийщиков.